Характер Мзымты Узнала Мзымта, я характер твой, Настойчива, необычайной силы. В столетия неведом был покой, Сквозь скалы ущелья проложила. Тебе, как к матери с окрестных гор, Торопятся бурлящие потоки. До Альпики слышен разговор, Под ударом камни с тонной вздохи Мой плод кружишь, направить хочешь спять? Петлей сжимаешь острова до боли, Как внушу держать, как усталять? Трубы и те не выстояли вскоре. За дерзким дым-то ты характер свой, За ярость ты ее не спрела. Не зря заверся бешеной водой, Я лишь понеклой с тобой. Уводили меня сквозь леса, Вдали заросшие трупы, Где в глуши дичавший ручей Отвечал на мой шепот. Неизвестность манили всегда Неоткрытые тайны, И от дома, от чужих края, Над морями нес лайнер, Карта звездного неба, Встречали ночные столицы. Но один городок, Я летаю тоскующей птицей, Лишь один уголок, Всех светлее на этой планете, Тот, где девочка, Я собирала пустырьник в букете И просила дождя, Свои песни вплетая в забавы, Когда там в суховее Наклонял утомленные краллы, Как жемчужина он, На ладонях песневого рада, Отчий край, На планете дорожка шелик не знал. Спасибо, Галя. А куда-то у меня исчезла Марина Шумшиндинова. Марина, где вы? Алло, была и исчезла. Не знаю. Марина, вы тут? Исчезла. Таню, считай ты их. Таня, не дед. Давайте я почитаю. Вопражание. Прощать, молиться и дарить, Дарить лишь радость близким, А чужим, чужих улыбкой согревать, Ошибки их не замечать, За доброту наград не ждать, Уметь терпеть и усмирять свою гордыню. Вот если б можно было мне Начать так жить отныне, Но зная, веря и любя, Когда в душе покой, Как удержать в узде себя При виде зла? Как не ступить к ним в бой, А через силу, через боль, Разжав кулак один же свой, Расслышать голод неземный И просветлеть душой? Любовь. У юности наивный взгляд, Весь мир улыбкою объят, У зрелости спокойный вид, Ничто ее не удивит. И только лишь любовь одна Способна спутать все годы, Заставить мучиться, страдать, И с нетерпением встречи ждать, Смотреть в любимые глаза И верить. Это навсегда. Забыть карьеру и семью, И как в бреду твердить, Люблю. Любовь. Ты счастье и кошмар, Сердца сжигающие пожар. Как это чувство победить? Одно есть средство. Не люби. Сейчас, девочки. Так. А меня не слышно, да? Слышно. Так. Ага. Звезда. Если станет ночью тяжело и одиноко, Подойди к окну И на небо взгляни. Там, в английской бесконечности далекой, Ты звезду таинственно горящую найди. Полюбуйся. Как она прекрасна, Мерцает в черно-синем шелке из небес. И свет ее лучей, Лилова красной, Напомнит пусть тебе Про вечный крест. Но не про тот, Что мы влачим покорно, Что равнодушно, Что проворно, Чужое лишь стремясь урвать. Так наша жизнь темна, Страшна, позорна, Что хочется от мук людских, Кричай. Смотрись в звезду, Что, судя приостей, Пусть любовь нам дарит силой жить, Когда всю душу нежность заполняет, И одиночество нас не дает убить. Так. Ну и вот. На хрустальном мосту, Возникнув из бездны небытия, Душа по хрустальным ступеням пройдя, Через мост, Что над бездной рая, Или ада, В конце жизни своей земной, Обретет, наконец, награду, За свой выбор, А в пользу добра или зла, За любовь и за ненависть. Все сполна мы получим, С последней ступени сойдя, Служи без небытия. Спасибо большое. У меня записана Марина Шамсурбинова. Где она? Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Марина. Она есть. Как мне ее вызвать, ребята? Вроде есть она пишет. Она есть. Да. Вот она. Мариночка, читайте, пожалуйста, Но я вас не вижу. Почему? Я не вижу, Мариночку. Не слышно, да? Или видно? Вот что-то юр. А, вот-вот появилась, Появилась, Марина. Я никуда не исчезала. Нет, мы ее не видим почему-то. Марина. Вот я вижу в кружочке, слышу. Марина, мы вас слушаем. Алло. Да, да, да. Писайте, пожалуйста. Вот я сейчас мысок Азантип вам, Так сказать, на видеобеседу. Поэтому прочитаю про мыска Азантипа. И про твою дачу. Зеленый океан, Лазурный, бирюзовый, В трехшелковых водах, Накупан и умыт. Мой дачный островок, И океан, Соседую пополам, Начальник говорит. Лазурный океан, Бездомный, безвоздушный, И ангелов в глазах, Звездами по ночам, Не указует путь, Когда поэт щедушный, Швартует утлый чел, Как ниже не кричал. Азовская волна, Прозрачная бирюзова, Шивает горизонт Единую строку, Здесь дышится легко, Здесь все первословно, Вода, земля, Эфир, Дай солнце огоньку, Ведь солнцу над водой Легко поднять свой парок, Он палый каждый день, Его здесь грим в плечах, Я тоже здесь живу. Так, значит, еще почитайте, Марина. Хорошо. Заросла бородавцами, Что грибами, Баба-яга, А куричьими ногами Месяц сага, У избушечки за цепушечку, Грачи-то китрась, Полеженишься на лягушке, Живи-то кладь, Приворотного, Корня-рвотного, Серья-принес, Назовешь ли шачиху потного, Шарами-то, 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 Пухлое-на-то, Каравайю видишь, Русь-то, Каждый камень в лесу, Депольный, Шарами-то, Шарами-то, Иди от моего, за всех хорошее. Ещё трудно? Прошу, Едмин, ещё можно? Да, конечно, конечно! Тогда вот, стихотворение 2011 года. Апокалипсис, апокалипсисно-таксис, Дар Апокалипсис и гиперсис, Газит в величей водой. Как его ни крути, шар земной ограничен, И глубок, и горит, сколько будет герой. Апокалипсис, исполненный даром, Сутки израил в аргентинском зерне, И привиделась мне, моя рука, В интенсивных ударах, Третье в лето, Моем шоу, на гормонах. Спасибо-большое! Спасибо! У нас ещё есть, знаете, Записывался Николай Жуков. Николай, вы тут есть? Алё! Николай, вы есть? Алё! Николай! Написано, что есть, Но, видимо, может быть, слишком много народу, что ли. Нет, я вижу, что он с ними шевелит, Наверное, у него микрофон. У него видно, что у него микрофон пересчёркнут, У него звук не включен. А мы его видим! Николай, включите звук! Напишите ему, что ли, Потому что у него микрофон пересчёркнут. Я думаю, что с этим включением микрофона зря. Надо просто молчать с ним, и всё хорошо. Может быть, тогда Максим почитаем? Максим Федосов? У него тоже есть, по-моему, стихи, да? Максим, вот ты ещё просишься записать. Максим, читайте вы! У меня есть маленькое стихотворение. Читайте! О, здравствуйте, Разбер! Пожалуйста, почитайте. Ну во что? Я вот написал Точкинцам. Хорошо. В библиотеке Юргенсона Собрались Точкинцы опять. Начало нового сезона совместно, чтобы отмечать. Все, кто включилися в Писание, На радость публике чтецов. Середой приходят на собрания, И с ними дядька Воронцов. Критично плод трудов оценят, Заметки ясные внесут, Достойных пригласят на сцену, А графоманом будет суд. Вильян Буланчель В конце с роялем вместе В конце надрывно зазвучат, Перетекут симфонии в песни Всё про парней и про девчат. Там эти песни всех сплотят, Тех, кто за столиком сидят. Шампанское салютом пахнет, Писательским там духом пахнет. И я там был, вино там пил, С компанией был той живую, Теперь вдали сижу, Тоскую восточкинца я полюбился. Я надеюсь, до новых встреч! Спасибо! 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 Антонина! А ты это будешь читать? Тоня! Антонина Спиридонова! Наш главный, Один из главных поэтов... Она, по-моему, Отключилась, по-моему. Отключилась? Ну вот, какая жалость! А если вы меня слышите, Я хотел прочитать, да? Да, я готов прочитать, Если меня слышно. Давай! Слышно меня? Да, хорошо! Ну, два стихотворения о любви. В карантине хорошо пишется о любви очень. Хорошо! Проснуться ото сна. Проснуться ото сна уж слишком больно, И нет невиноватых, недовольных. Спектакль теней играют зрители актером, Но лифт застрял, и побежали за лифтером. Моя судьба, застряв на этой ветке, Пытается по сердцу путь свой проложить, И все по-человечески прожить, И просто выползти из этой ржавой клетки. А в небе голубом бездомна чистота, И голуби парят над дальней переправой. Нам кажется, что мы немножечко неправы, И это наша главная беда. Поедет лифт, лифтер придет попозже, Спектакль закончит пьяный режиссер, И ляжем мы с голубкою на ложе, И бьется с сердца пламенный мотор. Браво! И вот еще одна такая лирическая тоже. Не пишу стихов. Если даже не пишу стихов, То не значит, что живу легко, И не значит, что любовь прошла, Зачерствела в поисках душа. Если песен снова не пою, То не значит, что я не люблю, Не люблю туман в рассветной мгле, Не люблю герани на окне. Если я не радуюсь сейчас, То не значит, что огонь погас, И родник засох, и пуст ручей, Он ничей, и я теперь ничей. Просто только что открыл тетрадь, Нужно подождать, чуть подождать, И словам, что так давно в пути, Снова станет тесно от любви. Я, пользуясь случаем, хотел вам Представить свою доченьку старшенькую. Это Анечка Федосова. Вот как бы пониже Анечку опустить, Чтоб лицо было видно. Вообще ничего не видно. И то, что лица, даже Максим, Буква А, и все. Один нос видно, и губы. Буква А. Ниже надо опуститься. Очень странно. Вот краски появились. Непонятно. Улыбнись. А Катя Ассорина вообще не может присоединиться, Хочет присоединиться к нам. Друзья, может быть я выйду, И кому-то меня освобожу. А сейчас Ассорина. Нина. Нина, давай я выйду и кому-то место освобожу. Это Оля Кузьмич. Может быть еще прочитай что-нибудь, Оленька, на прощание? Да я уж не буду место занимать. В другой раз увидимся, прочту. Ну хорошо. Спасибо тебе большое, что было с нами. Спасибо, очень рада всех была увидеть. Спасибо большое. Частливо. Пока-пока. Пока-пока. А что же нам сделать? Меня вы видите? Не знаю. А кто спрашивает? Смотри, кто это? Вот и Максим с Анечкой наконец у меня появился. Самара? Да? Вы записывали? Вы читаете что-нибудь нахуй? Ну хорошо. Интернет у всех празднует, поэтому у кого-то хороший. А, да. Оля, мне нужно вот ей переспать вот эту штуку, да, как-то. Я читаю. Зачем там кто-то выходит? Зачем кто-то выходит, когда 20-30? Там три тысячи участников может быть. Три и того. Сколько Тамара читает? Тамара, мы вас слушаем. Воркуют голуби в моем окне. Голубки-голубь сладострастно шепчет о теплых днях, О счастье, о весне. И солнце ярче блещет. Конец зимы, пока еще мороз. Но слышно пробуждение природы. Оно во всем. И в почках всех берез. В земле весной начать готовой роды. Сначала народятся ручейки. Объединятся в горные потоки. Вот панцирь ледяной снесен с реки. В стволах березок застроились соки. И первый лень шлет нам свой привет. Подснежник голубым сияет глазом. Пусть все покрыто леньем рассвет. Но первый луч его растопит сразу. Все пробуждается. Земля и человек. Все обновляет худрая природа. Все это жизнь. Она уводит вечные годы и народные. Вот такой вот. А. Я... Зачем меня подключиться? Зачем-то меня кто-то отключил. Зачем? Мы вас не отключаем. Как это возможно? Почитаем почитать стихи. Николай. Это невозможно. Никто никого не отключил. Вы, наверное, сами на что-то нажали. Я ничего не нажимал. Ну, хорошо. Почитайте. Почитайте. Почитайте нам стихи, пожалуйста. А вы на экране или не виден вопрос? Уже, да? Еще. Виден или нет? Мы вас видим и просим почитать стихи. Нина Александровна. Я прошу. Нина Александровна. Я прошу. Сейчас вот Николай прочитай, а потом еще. Хорошо? Я прошу. А то у него какие-то проблемы. Как последняя процедура? Как? Послушаем. Николай. Да. Хорошо. Я прочитаю издетворение вот из этой книги. Вот из этой книги, да? Видно книга? Угу. Прекрасно. Современная поэзия. Один из первых альманахов, в котором я напечатался, вот такое, значит, свестворение. Неприличие – невеличие. Сохранять своё приличие, если слышишь неприличие – унижение. А убрать своё приличие и поставить неприличие – положение. Поражение – есть величие. Понятно? Или закрутил мозги? Ладно, давайте дальше. Значит, на главных тропинках. Внизу. В вышине. И видит о счастье. О счастье в вине. Домой приезжает. Робцы обнимает. О счастье в вине. Она не знает. Вина есть в вине. И вино есть в вине. О счастье в вине. О счастье в вине. О счастье в вине, если нет вины. О счастье в вине, если есть вино. Наверное, закрутил голову Слышно меня? Ну, главный стиль, закрутил Еще читайте Вот, значит, прочитайте Еще одно, да? Да, еще одно Отравлен вечер Спешит ночь Кто там лечит Нужно помочь А ты темная, не спеши Тосканью емная заела, как ши Будет вечер И будет день Только нечем убрать тень Легла между нами И лежит за словами А ночь бежит Ну, это еще одно Спасибо большое У нас Тамара не дочитала Тамара, дочитайте свои стихи Хорошо Не напрягаться, да? Да, теперь пусть Тамара почитает Она не успела еще Басню прочитаю Басню, давайте Промышку прочитать Вот после Тамары После Тамары Сейчас Тамара прочитает одно стихотворение А то вы Хорошо? Ну, давайте, давайте Тамарочка, читайте Моя маленькая родина Моя малая родина Кубань И вот у меня есть Кубанские зарисовки Отсюда одно маленькое стихотворение Прочитаю Кубань Волшебство южной ночи Цветущий черешневый сад Тихонько кузнечик стрекочет Изменив звуков дня громкий гвал Зароделась заря За рекою запели лягушки с утра Торобы мчат Потагами И вгонит пастух со двора Потага мальчичек Просонку Крикой на рыбку Спешит У мостика Там по плоскодонку Укрыли от глаз камыши На мостике Кубань ожидает Улов Может, не повезет По солнцам разлются Мечтает Ведь время к обеду идет Вот такое шуточное створение небольшое Хорошо, спасибо Николай, вы хотели еще прочитать? Да, хотел Я сейчас пойду к окну Там светлее О! Хорошо Здравствуй, Катюша Пошу к окну и читаю Слушайте внимательно Про мышку Басня Начальницей мышка стала И возгордилась Сначала Она на радостях не шла Плясала Кто выше Добавить праве мыши Не замечать своих учителей Друзей И братья свои То полбеды Беда Что мышка И не знала Сама себя Она уже не замечала Не мудрено Была малая сначала А нынче Много мельче Стала Спасибо большое Ну а теперь давайте Все по одному стихотворению По одному стихотворению Все Начинаем с Даши Даша Есть у нас Даша? По одному стихотворению И заканчиваем И заканчиваем Даша Я здесь Я здесь Даша есть? Я здесь Да-да-да Вот включаюсь Давай Одно стихотворение Все читаем По одному стихотворению По очереди Так Я уже волосы забрала Так Я прочитаю стихотворение Которое я посвятила Своему дедушке Оно основано На реальных событиях Называется За что? Он родился В 30-х В столице В 41-м Увидел войну Если б только умел Он молиться Он спросил бы За что? Не пойму Убегал У с братишкой И мамой И шептать мог За что? Помоги Но бежали куда Не узнал он Разбомбили Их поезд Враги И холодную Ночью Осенней Руку брата Сжимая в руке Он бежал Без оглядки И цели А их поезд Горел вдалеке Где же мама? Куда ты пропала? Братик милый Что делать теперь? Незнакомый мужчина Забрал их Он не смог Бросить бедных детей И увез их В далекий Саратов У людей Поселил их Чужих Мальчик верил бы В Бога Тогда бы Повторял он За что? Подскажи То ночное Осеннее бегство Подкосило Здоровье сполна Брат погиб Искалечено детство И никак Не кончалась война Но пускай Не шептал он Вопросы Бог услышал Немую мольбу Пережил Мальчик горе И слезы И свою Повстречал он Судьбу Разлучился При бегстве Он с мамой Но в Саратов Приехал не зря Чтобы я перед вами стояла Я и дочь его Мама моя Спасибо большое Даша Спасибо вам большое Спасибо Галя Стаценко Прочитаешь еще стишок? Галя Галя Есть такая Галя? Или она ушла? Помехи на экране Странные Да Но это наверное Не от нас зависит Это может быть Ряд Какие-то Ряд Какая-то Видно всем рябь Нет? Нет Нет Я не вижу Это наверное Проблемы со связью Не знаю Вот сейчас На экране Какая-то птичка Кто эту птичку Побесил? Это Нинин Рабочий стол Нины Кроминой Как это может быть Я не знаю Но это удивительно Да 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 Нинин Ну там внизу Очень много картинок Видимо Это Эти самые картинки Вот сейчас получше А ты Нинин Ну что Галечка Прочитаешь еще стишок? А вы меня скажете Или нет Я не поняла Слышу 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 Хорошо Да Маринин дом Излюбленный Марины уголок Борисоглебский дом Корабль Каюта Игра пространства Загадочно Уютно Отсюда Вдохновение Исток Арбат Гурлящий В нем Аторство В нем Целая Эпоха В нем Горечь Несдержавшегося Вздока Когда Круша Молчит Рояль Давно Не помнит Но Но В доме Музыки Звучат Веками Марининами Вечными Стихами Жаль Недописан На стене Блокно Спасибо большое Таня Медеевская Есть? Да Да Здесь Слышно меня Слышно меня Да 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 Супрематизм На холсте Багровый шар Пылает И корча Черный крест От боли умирает Тревога Жет И ужас Проникает Сознание Мое И кажется Что вот сейчас И навсегда Пойму Постигну И тогда На этот крест С мольбой Упаду Или с проклятием Прочь уйду Но нет Ведь это только Холст Картина На вернисаже Все расхаживают Чинно И мне за холст Не заглянуть В течение Весны Не нырнуть Я тихо Дальше Побреду На все Картины Посмотрю Тут в зале Черный Есть квадрат А он Здесь Лучший Говорят Так Максим Федосов Пейзаж Да Слышно Меня Да Художник Художник Сел писать Пейзаж Сюжет Его был Грандиозен Усталый Вечер Ветер Звезды И одинокий Тихий Пляж И он Писал Усердно Молча Макая В душу Кисть Свою Мазки Ложили стройно Точно В его заветную Мечту В картине Не было Неправды А точное Мастерство Не порождало Той громады Покой Царил В душе Его И трудно Было Расставание Не смог Сказать Он Что Хотел В душе Им Неясность Роздал И по бумаге Их Растер Угадывал Растер Но вздрогнул Вечер Ветер Звезды Спасибо Юля Великанова Да Я здесь Слышно Да Слышно Ты делаешь Более Внятными И день И мечту И мир А то Что на солнце Пятна Умоется Черт возьми А может С дождем Поплачет К себе Подтянув Пару туч С тобой Все Чуть-чуть Иначе Иначе Совсем Летуч Вот мир Где растут Прилья У всех Кто живет Захлёк Наотмаш Клабанг Был я Мед Пиво И счастье Сгреб Спасибо Тамара Тамара Хорошо Пример Как выстоять И в бурю Не согнуться Судьбе Своя Наперекор Без полумер Жить В полном Рост На зло Невзгодом Развернуться Ну Короткое Спасибо А Марина Шамцудина Есть еще Или ушла Не вижу Я тебя вижу Наконец-то Появился Кто появился Еще есть Поэты Я Я тебя Прощила Можно мне Или меня Не слышат Татьяна Творожкова Прощет Слово Можно мне Можно 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 Считаю Сейчас Секунду Ладно Это другое Лиса Сейчас Лиса Лиса Ой Дремучим Ой Не могу Чтоб такое Закрылось А Мариночка Я вас Жду Вот Теперь Открою Можно Да Открылась Или Марина Вы меня Слышите Кто-то Решайте Кто-то Из вас Один А потом Второй Марина Ну пусть Марина Я Извиняюсь Закрылась Марина Шансудинова Величественна На коне Боливна Ты тоже Женщина Красава Боготина Господи Ты на поле Мертвым И полынном Ветер Твой Иная Рыжа Тебе бы стать Моним Может быть Твое Прижавшись К крепкому Плечу Мужков Но не родился На земле Твое Тубровный И ты Уйдешь К другому Он встанет На пуанке Катурном Тебе подаст Дороги Чай Смолим Они Наивные Миниатюрные А ты Походи На кране Боливны Бежитые Переплавить Лап На стол И дюжину Тебя не Уныло До зарплаты Когда Боюсь Ты Вырмешиваешь Безходу Спасибо Спасибо Большое Не Ну все У меня уже Открылась Могу я хоть Короткая Да Конечно Ждем вас Ты Море Визави Волною Заманя Ты Видишь Изави По имени Меня Эмоции Вразлёт Не птицы Не взлететь Дешёвый Перелёт Дешёвому Не зреть Дешёвому Не жить Ни в море Ни в любви Высокое Спит Ни в море Визави Спасибо Надежд Надежд На юмор А Осмотрись Живёшь В дыму А солнце Ясность Солнце Благо Не бойся Ты Волучей И Стань Незнайкой Стань Бродягой А кто У меня слышно Слышно Сейчас попытаюсь Прочитать одно Хотя бы Старое Закончатся Года Исчезнут Никуда И станут Города Дном Океанов И выгорит Звезда Но даже И тогда Останется Мечта О странном О бликах На реке О тёплом Ветерке Что кронами Дерев Играет Пусть Их Давно Уж Нет Но в том То и секрет Живое Навсегда Не умирает Новорождённый Мир Закатит Новый Пир И судьбы Повторит Играя И снова Всё сгорит Но память Сохранит О бренной Красоте Душа Живая Боль Выдыхая В стон Я погружаюсь В сон Но помню Каждый миг Вчерашний Прошу меня Прости И руку Отпусти Мне больше Никогда Не будет Страшно Спасибо Большое Всем большое Спасибо Я надеюсь Что это не последний Раз мы встречаем 9 числа У нас Будет очередное Мероприятие На это мероприятие Я приглашаю Основных Это Татьяна Медеевская И Юрия Егорова Остальные Ну На подпевках Татьяна Медеевская